Верховный суд остановил пересчет, дал победу Бушу, хотя я думаю, что все там было нечисто, и все-таки Альгор мог бы выиграть эти выборы. Поэтому прецедент такой уже был. В тот момент Верховный суд сказал, что этот кейс нельзя использовать как прецедент в будущем. То есть в этот раз администрация Трампа не может на тех же основаниях заявить, что вот был прецедент раньше, и нужно повторить это. Но из-за того, что суд сейчас 6 на 3, 6 консервативных судей и 3 либеральных только, и 3 из них поставлены именно самим Трампом, все больше будет шанс того, что они назначат его президентом, а не Джо Байдена. Даже если Джо Байден выиграет. Поэтому вот этот электоральный колледж, вообще эту систему по-хорошему надо убрать, и надо сделать так, чтобы popular vote, то есть большинство голосов выбирали бы президента. Прямые выборы. То есть, как я сказала, Трамп разрушил систему по многим областям, во многих сферах. И я хочу... Это может продолжаться этот разговор часами, я просто хочу закончить одной фразой, чтобы было ясно, что если вы миллиардер, который хочет сэкономить на оплате таксов, налогов и так далее, то ваш президент, конечно, Дональд Трамп. Именно доллар вы миллиардер. Если у вас есть пару миллионов, или вы просто средний житель, средний класс, или бедный человек, то, естественно, для вас Дональд Трамп это плохо, вам нужен Джо Байден. Надо голосовать за Джо Байдена и за демократов в целом. Потому что все-таки демократы, они стоят именно на защиту маленького человека, на защиту среднего класса. Они пытаются как-то более равномерно разделить ресурсы между бедными людьми и просто не оставить их позади. Дональд Трамп, к сожалению, превратил из своего президентского кресла бизнес, очень похожий на то, что сейчас происходит в России тоже. И еще одна вещь, и главный показатель, мне кажется, два показателя. Первый — это то, что его кабинет, во-первых, не был очень долго, даже в 2016 году, когда он только был избран, он не мог назначить очень многих министров. Люди просто отказывались с ним работать. Были хорошие люди, которые шли туда просто, чтобы как-то разбавить трамповскую вот эту всю администрацию. И через какое-то время они увольнялись, они не могли с ними работать, потому что ничего невозможно было провести через трамповскую администрацию. И мне кажется, это большой показатель то, что такая огромная текучка кадров. Как ни в одной администрации, в администрации Трампа, огромное количество или увольнений, или люди уходят по собственному желанию, или подают на него в суд. Это показывает о том, какой он человек, какие принципы его ведут по жизни. И вторая, еще одна важная вещь, на которую можно обратить внимание, это то, с какой силой, как Риана, путинская кремлевская пропаганда и Арти, например, эта мерзкая, просто самая мерзкая женщина Маргарита Симоньян за него топит. Это тоже плохой показатель. Это значит, что если вот они хотят, чтобы Трамп был президентом, значит, мы этого тоже не хотим, потому что Трамп хочет... Мы все знаем, он любит Путина, он смотрит на других сильных личностей, как он думает, Ардаган или на бразильского лидера. Поэтому, мне кажется, это показатель, если человек смотрит, равняется, если этот президент равняется на других демагогов и других не самых демократичных правителей, то, наверное, мы не хотим такого президента. Ну, я вас оставлю с этими мыслями, у меня еще информации на часы, наверное, но если у вас есть вопросы или какая-то тема интересная, я могу записать еще одно видео или ответить вам на ваши вопросы. Спасибо за то, что посмотрели, хорошего всем дня и будем надеяться, что Джо Байден выиграет. Всем пока, спасибо! Субтитры сделал DimaTorzok